Как тебя зовут? Юрий. Юрий. Расскажи про то, как ты попал в плен. Мы заблудились. Начала стрелка огня от наших. Стреляли градом. Мы выбежали с машины и бежали. Дождались темноты, обстрелы и шли. И ночью, заблуденным путем, заблудились к вам. Расскажи про морально-психологическое состояние военнослужащих Украины. С которыми ты контактировал? С которыми я просто не знаю, как сказать. Да можешь не выбирать выражение. Просто пиздец. Все хотят уйти, сдать оружие. Нам сказали, что нельзя. Почему нельзя? Потому что, если мы сдадим, нас просто возьмут и либо расстреляют, либо хуево, значит, что с нами будет. А про офицера ты это рассказывал? Да. У нас был, что офицер хотел сдать оружие, и его просто другой офицер застрелил. То есть вышел приказ о том, что отступающих... Да, отступающих застреливать. Камеры, смотри. А про гражданских в Тошковке? В Тошковке гражданские сидят в бомбоубежище, и сзади просто прикрываются наши минометки. А количество гражданских? 300 человек. А не знаешь, там, еда, вода им поставляются? Как-то их там кормят? Лично я не знаю, но раз я был... Последний раз, как ехал, завез два-три пака воды и мешок хлеба. Ну, в общем, о них заботятся чуть-чуть, да? Еще раз. О них заботятся хоть? Ну, там, два-три пака на 300 человек? Это я только от себя завез. А у военнослужащих, что с водой, с едой, как обстоят дела? Плохо. Очень плохо. А с боеприпасами? Они не поставляют ни хрена. С боеприпасами, с боеприпасами вообще жопа. Я понял. То есть у нас по четыре рожка, мы с этим должны были, если, блядь, нападают, достреливаться. А так, как у меня вообще никто неопытный отстреливаться, вот так, как мы, блядь, были, вы просто съебались. Я понял. Ладно.